МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С новостями к этому часу. Татьяна Голубева, здравствуйте. Получаете меньше или на работу можете не приходить? Перед таким выбором оказались этой весной 25 сотрудников одного из детских садов Хабарского района. Прачки, уборщицы, помощники-воспитатели. Чтобы не стать безработными, специалисты перевели их на сокращенную ставку. Причины неожиданных перемен теперь выясняют в суде. Анастасия Дороган продолжит. Комплекты постельного белья на сотню с лишним детей. Постирать, погладить, а там уже снова менять пора. Эта работа не заканчивается никогда. Вот только платят за нее теперь меньше. Сотрудникам прачечного детского сада «Родничок» урезали зарплату. Получали 11 300, сейчас получаем 8. Ну, на 2 с копейками, там подоходные убирается. Потеряла 5 тысяч. А это 5 тысяч. Когда постель, меняем очень тяжело. Шесть групп по 20 детей. Это нужно все перестирывать, гладить. Еще я веду документацию, мы еще и шьем. Все, что нужно, делаем. Нам как бы часы сократили, заработную плату сократили, а работу оставили прежней. В январе 25 сотрудников детсада «Хабаров» в прачке, сторожи, повара, помощники воспитателей получили уведомление. Ваши ставки урежут в связи с оптимизацией расходов. Каких не объяснили. А не устраивает? Увольняйтесь. Люди сразу написали коллективное возражение. Но 19 марта, в последний день принятия решения, все согласились. Рассказывают, директор детсада настоятельно просил их принять новые условия. Ведь и сама бы потеряла два десятка работников. Заявление пишите, что мы согласны на 0,8 работать. Если бы мы не подписали, я бы 20 марта на работу уже не пришла. Это вам так прямо сказали? Да, всем. Всем, не только мне, всем. В районной администрации ситуацию объясняют так. Родители воспитанников часто жаловались, что сотрудники детсада рано уходят домой. Специалисты местного комитета по образованию оценили эффективность каждого сотрудника. И в итоге официально уменьшили объем работ. А вместе с ней и зарплат. У них и обязанности. Те, которые фактически не исполнялись по хронометражу, когда мы проводили, просто они были исключены из должностных. И хронометраж показал, что работу свою, например, те же помощники и воспитатели, они выполняют не за 7 часов, как положено, а не за 6 в ней укладываются. А вот эта оптимизация, она в связи с чем? Также экономия бюджета районного или? Ну, в том числе. То, что дело в экономии за счет урезания ставок, уверенный адвокат работников Андрей Логинов, который защищает их интересы в суде. Оптимизация расходов, то есть, простыми словами, экономия своих денежных, бюджетных средств не является основанием для сокращения рабочего времени, для сокращения ставки, простыми словами, каждого работника. Поэтому данные действия нельзя определять законными. В Министерстве образования и науки Алтайского края объясняют, изменение штатного расписания – компетенция самой образовательной организации. В случае с Хабарским детским садом пересмотр должностных обязанностей, вместе с ним и зарплат, возник из-за слияния двух учреждений. Это не связано с введением нового размера МРОД, либо сокращением работников, утверждает в Министерстве. Ведь в бюджете края достаточно средств для помощи бюджетам районов. По правительству Алтайского края в систему образования в полном объеме доведены средства, которые необходимы для увеличения минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. В систему общего и дошкольного образования будет направлено 623 млн. рублей. Кроме того, в муниципальные районы более 800 млн. рублей. А пока образовательные организации действуют каждый в рамках своих компетенций, но удивительно синхронно по времени и методам в разных районах края. Несмотря на дополнительное финансирование, в некоторых районах фактическая зарплата не только не растет, но даже и снижается. Наши новости уже сообщали, что подобным образом ставки были урезаны в учреждениях образования Шипуновского и Крутихинского районов. По Хабарскому выводы сделают суд, куда обратились сотрудники детского сада. По остальным собственную проверку и выводы обещали подготовить профсоюзы. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. В Алтайском крае построят 13 детских садов. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделят почти 3 млрд. рублей. Сообщает официальный сайт региона. Пять дошкольных учреждений. Все в новых кварталах появятся в Барнауле. Два детсада построят в Бийске. Еще по одному в Новоалтайске, Камни-Наби, Первомайском, Алтайском, Завьяловском и Целинном районах. Всего будет создано 5000 новых мест. Причем половина для воспитанников ясельного возраста. Задача сделать дошкольное образование доступным для детей до 3 лет обозначена в федеральной программе «Десятилетие детства», которая создана по указу президента. Семейным парам, которые находятся на грани развода, помогут сохранить семью. В Барнаульских и Бийских ЗАГСах сегодня открыли так называемые комнаты примирения. По задумке организаторов краевого проекта, это позволит сократить количество разводов. С семейными парами будут работать профессиональные медиаторы, люди, которые помогают разрешать конфликты. Мужа и жену попытаются научить слушать друг друга, а сложные жизненные ситуации решать только сообща. Подробнее о том, как будут работать комнаты примирения, расскажем в вечернем выпуске наших новостей. Минстрой России оценил качество городской среды в населенных пунктах 85 регионов и обнародовал их через интерактивный сервис. В Барнауле оценка неутешительная. Среда в столице края признана плохой. О чем еще сообщают журналисты изданий «Сибирской медиагруппы». Смотрите в обзоре. Рейтинг качества городской среды, сообщает Политсибру, состоял из шести индикаторов. Оценивалось жилье и прилегающее пространство, озеленение и водное пространство, уличное, общественно-деловое и социально-досуговое инфраструктура, а также общее деловое пространство. С социально-досуговой, кстати, у нас все хорошо. А вот с чем в Барнауле дела обстоят хуже всего, наглядно в цифрах на Политсибру. В крае продолжают закрывать торговые центры. С сегодняшнего дня двери не откроет праздничный в Барнауле, сообщают корреспонденты «Комсомольской правды». Решение стало неожиданным и для администрации торгового центра. При этом арендаторы с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Оказывается, судебное заседание по праздничному прошло накануне. А поводом стали нарушения пожарной безопасности, которые выявили сотрудники МЧС. Теперь в Барнауле закрыто пять торговых центров. Точные даты их открытия пока не называют. В ближайшую субботу все желающие смогут пройти бесплатное обследование на рак кожи, сообщают аргументы и факты Алтай. На консультацию приглашают также мужчин старше 45, чтобы проверить свое мужское здоровье и вероятность заболевания раком простаты. Обследования пройдут в онкоцентре «Надежда». При себе необходимо иметь паспорт, полисы, СНИЛС. Чтобы попасть на прием, стоит записаться заранее. Телефон на ваших экранах. Татьяна Голубева, Наши новости. Новые серии программы «Орел и Решка» снимут на Алтае. Съемочная группа одной из самых популярных российских программ в ближайшее время намерена приехать в наш регион. В рамках новой рубрики «Орел и Решка. Россия» ведущие побывают на Байкале, Кавказе, в Калининграде, на Чукотке, прокатятся по Золотому кольцу и посетят Алтай. Так отмечают вокруг ТВ. Исследовать Россию будут как опытные путешественники, так и новые ведущие, среди которых актеры и музыканты. Уже известно, что приедут Регина Тодоренко, Мария Ивакова, Жанна Бадоева и Ольга Антипова. В числе новых путешественников – артист Влад Топалов, шоумен Тимур Родригес и другие. Отметим, что ранее на сайте канала было организовано голосование, и Барнаул вошел в число 50 городов-лидеров. И в завершении выпуска прогноз погоды, спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей территории края дождливо, ветер с северо-западной порывистый, всего 3 градуса тепла ожидается в Заринске, в Валейске и Белокурихе 6 выше 0, в Бийске и Рубцовске 7 до 9 в Камне на Абийславгороде, в Барнауле 15 мая дождь, ветер порывистый днем до 11 градусов тепла. На этом у меня все. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. Хорошего дня вам и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин